Здравствуйте! В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. Испытание России антиспутникового оружия, поразившая ракета, поразившая спутник, вызвало большой шум. Были разговоры, были взмущенные ноты, была реакция Соединенных Штатов о том, что это опасно, что создается угроза для имеющихся в воздухе летательных аппаратов. И потом вдруг как-то резко изменился тон сообщений российских ведущих агентств, и они начали говорить, что как утверждают, по словам американских экспертов, был выпущен, сделан запуск, по мнению и так далее. Получилось, что сначала признали, сначала сказали да и даже немножко похвастались, потом почему-то начали говорить, что вроде как нет. Разобраться во всех этих хитросплетениях нам поможет Денис Альбин, главный редактор журнала «Все о космосе». Денис, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Ну, вообще, вот это вот все… Так сбивали или не сбивали? Вот. Звучит очень странно, потому что перед самим запуском ракеты, что это, вероятно, была «Нодоль», было выпущено России два «Нотома». «Нотом» – это предупреждение о космическом пуске. Так поступают все страны. То есть, там, Китай, США, ну, любая страна, которая запускает ракету в космос, выпускает «Нотома». То есть, это предупреждение о запуске. Поэтому потом вот эти вот все по заявлению и вот это все отрицание, мне совершенно непонятно, зачем это было сделано. Но в итоге Россия признала, куда деваться. Но сейчас хочу пояснить немножко истории и вообще, что произошло. Значит, и почему то, что сделала Россия, это бессмысленно и безответственно, даже в ущерб себе. Вообще, противоспутниковое оружие, так или иначе, есть на вооружении многих стран. Другое дело, как они его используют. США, допустим, прекратили испытания ракеты ИСАД в 1985 году. Тогда они как бы сбили ракетой СМ-135 ИСАД, свой астрофизический спутник «Слоуинд» на высоте 555 километров. И последствия этого сбития им очень не понравились. А что значит не понравились? То есть осколки, опасность для других? Дело в том, что все зависит от того, на какой высоте вы сбиваете. То есть до этого американцы тоже испытывали свое противоспутниковое оружие, но это происходило на высотах от 200 до 300 километров, и обломки очень быстро возвращались на Землю, так как атмосфера там более плотная. Но при этом последний раз США использовали ИСАД в 2008 году, когда их спутник ИСАД-193 вышел на нерасчетную орбиту. И тогда они его сбили ракетой «Стандарт Миссел-3» на высоте 247 километров, в результате чего обломки опять же очень быстро упали на Землю и сгорели. Ну то там официальная причина того... — Секундочку, упали на Землю или сгорели? То есть они долетели до Земли или нет? — Ну, нет-нет, сгорели в атмосфере. Нет, что-то возможно и долетает, как бы иногда и находят какие-то части. Но в этом случае никаких частей не нашли. Как правило, он разрушается на мелкие части, и они сгорают. Вот. Дело в том, что они сбили свой спутник по той причине, ну официальная версия была та, что там находился бак с более чем 454 килограммами ядовитого горючего гидрозина. Это дрянь редкостная. Но даже не важно, так это или нет. Важно, что в итоге не было никаких последствий. И именно на этом моменте я акцентирую. Значит, в СССР тоже разрабатывались противоспутниковые системы, но потом в 1983 году вступил в силу мораторий на испытания противоспутникового оружия. В связи с опасностью как раз загрязнения орбиты огромным количеством мусора, который бы угрожал любым космическим аппаратам, а не только аппаратам вероятного противника. Я пытался найти мораторий еще в силе или нет, но пока не нашел. Значит, в 2007 году Китай сбил свой метеоспутник серии «Фингун». Он на орбите на высоте 865 километров. На данный момент идентифицировано примерно 2800 обломков размером с мяч для вольфа и больше. Кстати, изначально их было почти 3500. Просто за это время часть распалась на более мелкие частицы. Всего было обнаружено примерно 150 тысяч частиц мусора. И из-за того, что спутник находился на стабильной высокой орбите, обломки и мусорки сейчас медленно снижаются и начнут представлять угрозу для низкой орбиты где-то через несколько десятилетий или даже столетий. В общем, китайцы в своем репертуале. Если уж гадить, так на века. Но с тех пор китайцы, судя по всему, осознали ситуацию и перешли на другие противоспутниковые системы. И даже свои «Дон-Н-3» испытали без разрушительных последствий. Кстати, как и Израиль. В 2019 году с космодрома на Аляске запустил «Хэт-3» в качестве испытания противоспутникового оружия. Ну и учитывая все вышеперечисленное, а также то, что Китай сильно захейтили после испытаний 2007 года, индусы подошли к своим испытаниям шахти более обстоятельно. Ну, как они думали. И в 2019 году Индия сбила свой военный спутник Микросат-Ар на высоте 285 километров. Но проблема в том, что это был высокоэллиптический спутник. И тогда планировалось, что все обломки войдут в атмосферу в течение 45 дней. Но, как всегда, все пошло не совсем как планировалось. Значит, тогда ихний спутник развалился на 125 крупных обломках на орбитах от 270 до 1945 километров. И через 45 дней на Землю вернулось только 29% обломкой. Еще через 121 день половина, и 75% вернулось в 200. Ну и я вот смотрел последние данные, остался еще один обломок, который планируется, что вернется либо в следующем, либо в 2023 году. Там даже пытались бойкот после этого случая гийской ракете PSLV. Но почти все компании, кроме американской планеты, проигнорировали. Значит, и вот теперь российское испытание. Дело в том, что спутник был выбран крайне неудачно. Дело в том, что космос 1408 двигался по орбите 490 на 465 километров с наклонением 82 с половиной градуса, что, во-первых, привело к образованию обломков на высотах чуть выше, чем высоты МКС. Поскольку спутник находится на полярной орбите и проходит через орбитальную плоскость, вернее, поскольку МКС находится на полярной орбите и проходит через орбитальную плоскость бывшего спутника дважды за каждые полтора часа оборота вокруг Земли, то есть оно пересекает это облако обломков примерно 31 раз в сутки, в день. По мере того, как орбита обломков со временем распадается, на орбитальную высоту МКС приходится все больше фрагментов, чем в настоящее время находится на этой высоте. И этот процесс, вероятно, будет продолжаться еще долго, от месяцев до нескольких лет. То есть эти обломки представляют угрозу для самой станции? Да, и чем дальше, тем больше опасность будет. Помимо этого, поскольку орбита спутника Космос-1408 была полярной, это означает, что обломки угрожают всем наклонениям на низкой околоземной орбите. И вот я начал с того, что то, что сделала Россия это бессмысленно и безответственно, сейчас даже не знаю, что это было. Дело в том, что на низких орбитах находятся спутники Старлинг и спутники дистанционного зондирования Земли. Большая часть. И я вот часто рассказывал, в частности даже и в ваших передачах, что России просто нечего противопоставить частным мегагруппировкам США в сфере связи, навигации, наблюдения Земли, которые сейчас используются Пентагоном. А вот теперь даже не знаю. И у меня нет ответа на вопрос, что это было. Обычная глупость, угроза синдромом Кеслера или действительно попытка спровоцировать синдром Кеслера. То есть вы хотите сказать, что это могло быть сознательное действие, теперь эти обломки будут угрожать вот этим самым спутникам на низких орбитах и создадут препятствия для их работы? Смотрите, сейчас, когда я смотрел последний раз, было идентифицирование более полторы тысячи обломков. Они потихонечку рассеиваются. То есть угроза реальная. И дело в том, если кто-то смотрел фильм «Гравитация», то примерно представляет, что может произойти. А что может произойти? Вот если небольшой обломок попадает в корабль, что происходит? Оно его пробивает? Смотрите, есть такая вещь, как синдром Кеслера. То есть что это значит? Это значит, что обломок попадает в космический аппарат, разбивает его на большее количество частей, те части попадают в другое, и так плодят, плодят, пока не закроют все орбиты вокруг Земли. То есть нельзя будет ни ракету запустить, никуда не слетать очень долгое время. И спутники не будут работать. Ну, понятно, они будут уничтожены. И в этом есть большая опасность. Конечно, на самом деле в космосе еще очень много места, и большая часть крупных обломков, во-первых, все крупные, я думаю, уже идентифицированы. Более мелкие будут идентифицированы в течение какого-то времени. Практически все спутники, которые находятся на низкой орбите, имеют свои двигатели и смогут уклоняться от этих обломков. Но, тем не менее, ситуация действительно очень неприятная, что и вызвало такой большой негативный резонанс в сторону России. Потому что уже все страны, включая Китай, уже поняли, что так делать не надо. Да, хорошо. А оставьте в покое вот эти вот спутники, так сказать. Но, получается, что создана угроза для своей собственной станции, на которой, кстати, находятся космонавты. Было же сообщение, что они были вынуждены перейти в спасательный... Да. После испытаний этой ракеты российские космонавты сели в Союз, а американские сидели в драконе на случай, если... Ну, потому что еще не были все обломки идентифицированы, было непонятно, есть ли прямая на данный момент угроза МКС или нет. И в случае необходимости они должны были атаковаться и вернуться на Землю. И тут, ну, у меня нет комментариев, я не могу сказать, зачем это было сделано, почему. То есть... Хорошо. А что, какой теперь, какой возможен вариант? То есть эти осколки, их же никак невозможно никак поймать, собрать, там вот как нефтяное пятно собирают там на море. Ну, на данный момент ведутся разработки разных аппаратов, причем некоторые даже испытывались довольно-таки успешно в космосе, но чего-то конкретного, то есть понятно, что именно вот эти, вот это поле обломков никто собирать не будет. И они будут потихонечку тормозиться об атмосферу, снижаться, пока они снизятся и не сгорят в ней. Ну, это идеальный вариант, если они снизятся и сгорят. Ну, да. Но дело в том, что, как я говорил до этого, МКС 31 раз в день будет проходить через поле этих обломков, и не только МКС, не будет. И в этом проблема. То есть, скажем так, я думаю, что в течение ближайшего времени будут идентифицированы все более или менее крупные обломки, и спутники смогут уворачиваться. Проблема в том, что из-за того, что, еще раз повторю, что спутник находился на полярной орбите, при столкновении относительная скорость будет очень высокой. Даже небольшой обломок, там, размером, я не знаю, с мизинец, сможет серьезно повредить или даже уничтожить космический аппарат. Да, веселенькая жизнь. Спасибо. Спасибо, Денис. Я напоминаю, мы беседовали с Денисом Артином. Спасибо, Александр. Главным редактором журнала «Все о космосе». А наша программа продолжается. Денисом Артином